Спасибо большое, что я вам не могу задать вопрос. Меня зовут Яна, я представляю вопрос с МИАС. Вопрос такой, очень тема ваша, с которой звучало, обещаешь дополнение. У меня два мужика разговаривает, два красных дипломов. Я работаю 8 лет в детском доме. Я не пойму, потому что я надрешила, я не могу взять в потепу. Скажите, как мне жить с такой заплатой? И даже хорошо, что не дали, потому что потепа будет выше, чем моя заплата. Как мне жить? А можно я задать вопрос? А вы второе высшее образование получили платы? Да. А ты чего? Потому что мне нужно было выбирать специальность. А первую специальность, когда вы как выбирали? По глупости в 17 лет. Потом я пришла такая, что вы в детской полиции, но мне нужно другое образование. По вопросу звучит по-другому. Отпись, пожалуйста, у него. Молодежь сейчас не может позволить себе здесь жилье, потому что ипотека превышает недорого. Скажите, как вам жить? АПЛОДИСМЕНТЫ Надо, конечно, совершенствовать институт ипотеки, и, конечно, развивать те государственные программы, которые здесь есть, и программы для поддержки молодежи до 35 лет, то, что мы сейчас сделали, и программы региональной поддержки. Но, коллеги, за глупость мне тоже надо отвечать. Я сначала выбрал для себя образование высшее и получил его, скорее всего, бесплатно же, да? Первое образование. Первое образование у меня был в колледже, не было бесплатно, выше тоже бесплатно, а вот третье, ну, второе выше, оно было платным. Ну, вы просто не... Ну, вот я понимаю, я бы, я вам говорю, вот вы бы, ну, на самом деле, подошли бы сначала к взвешенному образованию, которое вам не хотим. Да, вы сейчас... 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 В 2011 году на съезде, простите, пожалуйста, Дианыч, в 2011 году на съезде вы говорили о том, что вы будете планировать снижать процентные ставки по ипотечным кредитам до 6,5-7%. Прошло 5 лет, минимальный у нас сейчас процент. Процент, смоу, кредиту, вы же знаете какой? Он не... Я просто хочу сказать... Он не связан с вашими сократами, он не платит больше, что сказать. Коллега, давайте... Все, давайте... У-у-у-у-у... В 2011 году, коллеги, уже немного в других условиях были, и, конечно, мы корректируем эту ситуацию, но... Я вот, вот у меня несколько хотят ответить, я это вопрос по региональным маринкам, волковникам, которые есть. Это Ростов. Как вы стереть? Ага. Как вы что-то читаете? Пожалуйста, доходы. Но я хочу сказать, коллеги, никто не снимает с нас обязанности и в дальнейшем совершенствовать эту процедуру. Я имею в виду и снижение кандидатной страху, по тому уровню инфляции, которая у нас есть, и, конечно, давать возможность приобретения. Но, вот я вам очень сейчас слышал огромные аплодисменты к тому, что... или там свист, что там невозможно купить. Но, коллеги, я вот еще раз вас просто возвращаю к примеру. Власти, которые руководили ваши старшие руководители. Ни ипотеки, ничего не было. А для того, чтобы получить квартиру, поднимите руки, у кого родители бесплатно получили жилье быстрее, 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 чем отработал 15 лет на предприятии. Только у коммунистов. Ну, только у коммунистов, да. Ну, давайте на обману другую. Ну, вот мои родители, которые отец отработал 37 лет в шахте, а мама отработала 45 лет на фабрике, 45 лет отработала на фабрике, не слышно. Получили квартиру свою, на 18-м году работали на это предприятие. Ну, слушай. Ребята, давайте с места не выпейтесь. Дайте порядок, пожалуйста. Да, это, 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 это несколько семей. Несколько семей. Несколько семей. Все первое, еще первое, что вверх, там, и можно еще? Юль, да. Юль, да. Юль, да. Да, Юль, я вот, честно, извиняюсь, возможно, за сегодня ответ. Возможно, он будет очень грубым. Я понимаю, что считать чужие деньги, это вообще дурной тон. Но давайте быть честными друг другу. Вот вы стоите, задаете вопрос. У вас в руках шестой эфир. Который стоит 50 тысяч рублей. Его подарили вы за обращение. Юль, вы задали вопрос. Послушайте ответы. Понимаете? Послушайте ответы. Вы задали уже 10 раз вопросами. Вы честные друг другу, я тоже могу говорить, что мне тоже много слов подарили. Но вы к нам сделаете такие вопросы. Давайте смотреть, что у нас в руках. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги.